Это была другая страна Это хроника стала зеркалом нашего бытия. Сегодня мы смотрим на экран из новой страны и новой жизни, иногда забывая, что в зеркале можно увидеть только собственное отражение. Нота Бене. Заметки на полях. Согласно толковому словарю Ожегова, быт — это повседневная жизнь, то есть предмет, не представлявший для истории, которую пишут победители, никакого интереса. Но любой из нас, живший тогда и, главное, выживший, обязательно вспомнит, что и в своей далеко не героической, тихой повседневной жизни, которую держава презрительно называла то бытовухой, то мещанством, то вещизмом, шла непримиримая и совсем не шуточная война, где была своя линия фронта, и называлась она очередь. В ней в затылок друг другу дышала вся страна, выстаивая часы, дни и годы за любой чепуховиной, от мыло семейное до автомобиля Жигули. Там гибли наши надежды и возрождались иллюзии. Там мы встречались, влюблялись, рожали детей и успевали их вырастить. Каждый раз, пристраиваясь в хвост за очередным дефицитом, мы произносили как заклинание главный вопрос нашего бытия — а кто здесь крайний? Словом, это и была наша жизнь. И этот сериал о ней, о том, как же мы, крайние, прожили все эти 70 с лишним лет. Самые тяжелые и изнурительные бои шли, конечно же, за квадратные метры, то бишь, за жилплощадь. Но как тут не вспомнить Булгаковское? Это хорошие люди. Но их очень испортил квартирный вопрос. В перетравневые дни еще один новый дом заселили в Станиславии. Хороший дом. И особенно хорошо, что каждая семья удержала окривую квартиру. Первый ранок у новой квартиры токаря Волкова. В соседней квартире живет семья токаря-арматурника Максима Стасюка, что переселился из Польши. А спина Малосилья спину ведь святкувала в заводском клубе. Весту вы святкует Малосеву. Тащи веселеньше будет тут и весняный, в першоправленный день. Миллионы людей смотрели тогда этот сюжет, затаив дыхание. Слово «квартира» для населения одной шестой части суши было синонимом рая земного. Представьте себе, 40 лет, в течение которых пророк Моисей как бы водил еврея по пустыне, равнялись всего лишь двум квартирам, которые позволительно было выставить в профсоюзной очереди той страны. По 20 лет за каждой. Но когда нам, постаревшим, начальство торжественно вручало ключи, мы радовались, как дети. Мы сидели в пустых комнатах и двигали на полу бумажную мебель. Мы были счастливы, потому что даже не подозревали, как можно жить иначе. Та другая жизнь была где-то слишком далеко, и, честно говоря, мало нас волновало. О глобальных вопросах за нас всегда думали вожди. Мы покажем вам, как граждане той страны жили в этих коммуналках, сталинках и хрущобах, как в соответствии с духом времени пытались поселить там тепло и уют. И во все времена, несмотря на то, что это была собственность государства, говорили «моя квартира, мой дом, моя улица». Что зацикавило цю авторитетную комиссию? Квіти. Квіти на балконах будинки. У Станиславии, мабуть, не найдешь такого будинка, где бы не было квитов. И МИЗКА РАДА решила провести конкурс на кращий балкон и дверь. Разом с комиссией завітаемо в один из будинок. Ці квіти вырастила пенсионерка Мария Григоревна Давидова. А на подвижи пенсионера Миколи Ивановича Кульова ростут ці жоржини. Его дружина Юлія Михайловна и сам хозяин аж до старості зберегли молодість души. И як приємно було Миколі Івановичу, коли МИЗКА РАДА запросила його на зборі садоводів разом з дружиною. І коли МИЗКА РАДА товариш Шверчук вручив йому по честному храмату під дружній облыски усіх присутніх. АПЛОДИСМЕНТЫ Если выстроить по ранжиру все наши очереди, то на втором месте после жилья окажется очередь за одеждой. Или, как говорили в той же очереди, за ланцами, шмотками и прикидом. Для тех, кто подзабыл или вовсе не знает, мы напомним. Мы всегда хотели одеться. И никогда не могли, как хотели. Например, хочеться женщине выглядеть неотразимой, а взамен получить и противогаз. А мужчине положим, все равно охота ее покорить, а на двери универмага табличка «штанов нет». И когда на экранах страны иногда появлялся вожделенный ратиного каверкотовый праздник, то казалось, что мечта почти рядом. До весняно-литнего сезона художня Рада Одеської швейної фабрики имени Воровского затвердила нові модели одягу і запустила їх у масовое виробництво. Стаханоць фабрики, наследующий приклад Олександра Чутких, борются за відмінну якість продукции. Різальниця Марія Івашчук вже виконала 10-ти речных норм. Через каждые 4,5 часа из конвейера фабрики входит готовое пальто. Коллектив фабрики у квитті випустил 96% продукции первого сорта. Стаханоць легкої промисловості Одессы дали слово випускати продукцию только в отличие. Якості. Вы обратили внимание? Пальто за 4,5 минуты. Вот і представте себе, о якій моді може йти речі, якщо одна швейная фабрика за год могла одеть город Житомир. Советський протопорте називався буднічно, но точно. Товары широкого потребления. Шорпотреб. 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 эпоху правда абсолютно тайна и нелегально как масоны это была наша традиция а у государства своя заклеймить или на худой конец высмеять ось его хлопца яки назывался ричардом не можно было не пометать а марина в него была просто закохана ричард не может и в кинотеатр он должен был отвезти профессора який ликую его от меланхонии а ось и клиника яку систематично обидуя ричард я к висловлювався ричард догадайтесь и сами наш аппарат цего не записывая два бригадмильцы ведут ричарда зовсім не на побачення з мариною ваше имя ричард что по паспорту як вася василь павлович кислиця так и говорить по придумаю там всяких ричардів громадянин суддя он целыми днями по магазинах вештеться мы уже его знаем як что-нибудь дефицит не в магазинах продают то він завжди там кислицю василя павловича арештувати на 10 дип постанова остаточня на оскарженню не підлягає а третьего дня за рецептом судді ричард лікувався від меланхолії біля установи яку позначають тільки нулями сколько же нервов и времени стоила нам вся эта гонка за нормальной жизнью государство как ревенивая жена мстила за любое бегство от установленного стандарта а стандарты были не только в одежде да да в той стране мы именно питались а не ели научно и общественно и не голодали между прочим если опустить конечно все войны и послевоенные разрухи но икру ложками лопать как-то тоже не доводилось заслуженою славою користуется у герників донбасу едальня шахты юный коммунар енакиевского района коллектив едальник разом з відвідувачами часто обговорює питання покращення якості страв косма смачні обід и готуются на кухне как а сейчас вебиuben от hjаж ilgili у нас есть что выбрать Замовлення выполняется быстро. Взрастая в Донбассе количество предприятий жервацкого харчувания, поручивается обслуживание шахтарей. Система общепита отлавливала изголодавшиеся массы с помощью громаднейшей сети столовых, чайных, закусочных и распивочных. А пили мы много, собственно, как и сейчас. Хотя особым разнообразием напитков пищевая и ликроводочная промышленность той страны своих потребителей не баловала. Чего, впрочем, не скажешь о количестве алкоголя на душу населения и о его цене. Вполне, между прочим, пролетарской. Мы пили, словно торопились насытиться этой хмельной жидкостью впрок. А вдруг, чем черт не шутит, возьмут-то и запретят ее, родимую, навсегда. Власти перманентно боролись с алкоголизмом, но сами, как видите, не брезговали. Особым пальмово-фикусным шиком, понятное дело, блистали рестораны. Их даже не коснулись новшества нашего ненавязчивого сервиса, который в прочих заведениях сначала вынудил клиентов питаться стоя, а затем и вовсе перевел их на полное самообслуживание. Но вот что оставалось действительно неизменным, так это меню. Через года и десятилетия оно дожило во всех общепитовских точках до конца страны. В качестве закуски салат. На первое борщ по-флотски, на второе гуляш или шницель, и, разумеется, под завязку компот. И все эти разносолы можно было даже заказать на дом. У Краснодомии открыта домашнюю кухню. И в фабрикате очень выгодная вещь. Но здесь можно удержать и готовые стравы, которые готовят досвидчені повари Михайло Михайлович Бирюков и Константин Семенович Виноградов. Инна Борисовна Углова вважает, что готовые стравы сручнее брать. Тем более, что обед для семьи готуют и с персональным замовленным. Ну вот молодая господарка уже и дома. Та й чоловік повернувся з шахты. Приємного апетиту! Естественно, большинство народу столовалось дома. И потому наши бедные женщины из очередей не выбирались. Но со временем и этого окажется недостаточно. За маслом и, главное, за все той же колбасой по 2.20 люди будут совершать железнодорожные набеги на столице. Эти поезда так и назовут колбасные. С этим проще всего. Оглянитесь вокруг и сами увидите. Поезда, пароходы, автобусы, трамваи, троллейбусы, не говоря уже о метрополитене, все это движущееся и громыхающее родом из прежней страны. Только поистоскалось изрядно. Но вспомните, мы были рады любой возможности проехаться с ветерком, а после войны мужское население страны, заглядывая в глаза своим барышням, лукаво напевала. Первым делом самолеты. Рапорт летней поветряной навигации поднято. Харьковский аэропорт. Тут перетинается багато трасс поветряного сколучения краины. Терминовый вантаж зараз полетит до Ростова. Эти пассажиры за 2 годы не будут в Москве. Дорогаясь за достроковое выполнение Салинской фитерички, радянские люди ценуют фактор часу, широко пользуются авиацией. Черговый аэропорт товарищ Гужба отправляет летать. Сталила птица берет курс на Москву. Реку-рек срастаем и вдосконаливается радянский поветряный транспорт нашей новой авиации. Нас на каждом углу призывали летать самолетами аэрофлота. Хотя это было по крайней мере странно, ибо другой авиакомпании в той стране просто не существовало. Но мы не удивлялись. Мы летали. Аэрофлот хоть был единственный, но общедоступный. Например, от Киева до Ялты в году 65-м можно было добраться за каких-то 15 рублей. Но вы увидите не только эти до боли знакомые крылья колеса, а как бы всю историю становления советского гражданского транспорта. Ее охотно снимали и всячески пропагандировали, ибо в этом деле страна действительно преуспела. Хотя дороги так и остались плохими, но их было много. А железнодорожное путешествие по маршруту Москва-Владивосток для наших невыездных граждан вполне могло заменить кругосветное путешествие. Сколько же чаю надо было разнести этой женщине, но не чаем единым. Да, поэтому и носила людей породимый с востока на запад и с севера на юг, по земле, по воздуху и даже по морю. За встановленной традицией, свою черговую отпуску вся семья Кравчука прагне провести разом. Что может быть приятнейше, ниж морская прогулянка в тиху ясну погоду. До уваги пасажири. Дизель электроход Россия подходит до Сочи. Правда, в сезон отпусков о своем путешествии надо было позаботиться заранее. А пока вынашивались курортные планы, изнывавшие от жары толпы разбредались по тенистым паркам и городским пляжам с мечтой об отдыхе на море. Как мы отдыхали? Массово и организованно. И правильному отдыху, как и многому другому, нас учили с самого раннего детства. Настала пора изпочинку. Начали свои каніпули в Днепропетровске школярих. Сколько малевничих кусочек, лесеных разварх можно найти в речном месте. На Малей Саленке появились юные пасажири. Восподарюйся тут самі пионеры. И им можно довериться, вирушаючи в перший вийсный рейс. Прилепно воскрив свою красу Дніпро. Легко дихайся на речке. Лягко днів затися за весла, не помирятися с тимами на чорнах. А юні вершники ладні досленно зглазити с каруселем. Тримайся міцніше. Ладні досленно зглазити с каруселем. Здравствуйте, Діто! Столгождана Милахуран. Отдых для взрослых был подороже детского. Но полторы средней зарплаты вполне хватало для советской семьи на месяц у моря. А путевки туда выдавали в местном профсоюзе. Практически даром. Разумеется, за хорошую работу и образцовое поведение. Получалось, что и в этом хлопотном деле страна, а точнее ее народная власть, также старались все решить за народ. В смысле, где отдыхать, как отдыхать и даже с кем отдыхать. Положим, с женой это да, а вот просто с женщиной уже аморалка. В следующий раз путевочки не жди. Мы покажем вам все эти правильные и морально безупречные советские курорты, санатории, дома отдыха и пансионаты, где мы не просто культурно отдыхали, а в обязательном порядке укрепляли здоровье. Кстати, в теме отдыха присутствовал еще один экзотический нюанс. Только здесь держава позволяла приоткрыть гражданам таинство бытовой жизни вождей. Нам не дано было знать, где они живут, как одеваются и что едят. Но то, что небожитель, как и простой смертный, имеет свои увлечения, придворные операторы пропагандировали упорно. Поэтому мы с вами заглянем туда, где не ступала нога простого члена профсоюза. Отдельно в этом ряду стоял отдых со спортивным уклоном под патронатом всевозможных добровольных обществ. Прицельная пальба по кабанам, зайцам и уткам, летние и зимние рыбалки государством всячески поощрялись, занимая на экране небольшое, но достойное место. Впрочем, были и неорганизованные отдыхающие, да и то, как пример самоорганизации снизу. Весна вступила в свои права. Вона прикрасила землю чудовими квитами, вкрила зеленими килимами. В свой выходный день металлурги Днепропетровска охотно проводят за містом. Это работники завода имени Карла Липкмельта. на водной станции Металлург. Тут можно побачить и студентов металлургийного института, и работников Днепропетровских заводов. Приемно разим'яти м'язи, померяти силами. По скриптам после изложенного Мы закончили пролог и надо начинать сериал. О чем же будет наш первый рассказ? Да о том, без чего нельзя было жить, отдыхать, одеваться, ходить за продуктами. О том, ради чего мы работали и опять стояли в очереди к маленькому окошку под названием Касса. Не в деньгах счастье учили нас, и вообще при коммунизме их не будет. Вот с этого, пожалуй, и начнем. Ровно через неделю мы расскажем вам о деньгах, которые в той стране ничего не стоили, но с которых, собственно, и начиналось повседневное бытие ее граждан. Смотрите и вспоминайте вместе с нами и желательно при этом улыбайтесь, потому как во все времена, при любых режимах люди знали и исповедовали одну очень простую человеческую истину. Жизнь не переждешь, а с улыбкой оно как-то веселей. Музыка КОНЕЦ 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 КОНЕЦ